Добрый день, друзья! Сегодня приготовлю сливовый пирог со штрейзелем. К этому рецепту я возвращаюсь вновь и вновь, пока продолжается сезон слив. Его уже давно оценили и моя семья, и знакомые, кто пробовал этот чудесный пирог. Называется он немецкий сливовый пирог со штрейзелем. Существуют различные рецепты и с дрожжевым тестом, и с творожным тестом. Я предлагаю вариант проще и вкуснее. Пирог нежный, с фруктовой прослойкой, любимой сливовой, с аппетитной хрустящей корочкой и в меру сладкий. Понадобятся следующие ингредиенты. Сахар 150 граммов, 3 яйца, сливочное масло 50 граммов, молоко 130 миллилитров, мука 280 граммов, разрыхлитель 1 пачка 10 граммов. Сливы 700-900 граммов. Мы любим, когда слив побольше, их надо вымыть, удалить косточку и нарезать не очень мелко. И понадобится немного сахара, чтобы подсластить сливы, если сорт кисловат. Кстати, сливы можно брать любой сорт. Для штрейзеля понадобится мука 100 граммов, сахар 80 граммов и сливочное масло, замороженное 80 граммов. В миску разбиваю яйца, добавляю сахар и взбиваю до однородной светлой массы примерно 5-7 минут. Добавляю растопленное сливочное масло, перемешиваю. Сюда же частями отправляю муку с разрыхлителем, чередую с молоком. Все хорошо перемешиваю. Форму диаметром 28 сантиметров застилаю бумагой. Если вы заметили хвостик на бумаге, за него я с легкостью достаю пирог из формы, потом увидите. Это мой лайфхак, можете взять на вооружение. Можно использовать разъемную форму, тогда эти хитрости не нужны. Бока смазаны сливочным маслом. Тесто разравниваю и раскладываю сливы. Раскладываю так, чтобы с краями формы сливы не соприкасались. Расстояние должно быть примерно 0,5 сантиметров. Сливы слегка присыпаю сахаром. Теперь приготовлю штрезель. В просеянную муку натираю замороженный кусочек сливочного масла, добавляю сахар, все хорошо перемешиваю и перетираю в крошку. Присыпаю сливы штрезелем. Края между формой и сливами присыпаны крошкой и сливы не соприкасаются со стенками формы и не будут подгорать при выпечке. Отправляю пирог в разогретую до 180 градусов на 1 час. Готовому пирогу даю немного остыть. Перекладываю на блюдо. Вот здесь как раз мне поможет бумажный хвостик. Бумагу убираю. Пирог готов к подаче. Его можно есть в горячем виде и подавать с мороженым, а можно дать остыть и подавать к чаю. В любом варианте он приведет в восторг всех, кто его попробует. Потрясающе вкусный пирог. Приготовив однажды, вы уже не откажетесь от этого рецепта никогда. Честно сказать, в этом сезоне я его готовила не меньше пяти раз. И семье, и в гости брала. Все в восторге. Обязательно приготовьте этот пирог. Если сливы закончились, можно смело начинку заменить другими фруктами. Здесь можно импровизировать. Но со сливами это просто чудо-пирог. Друзья, я с вами поделилась прекрасным, проверенным и любимым рецептом. Поставьте пальчик вверх за мой лайфхак. Приятного всем аппетита! До новых встреч! До свидания!